Здравствуйте! В эфире с новостями Венсплса Курзомское телевидение в студии Юлия Костенко. В Венсплс зашли парусные суда. Участники международной регаты The Tall Ship Races 2013 и прибытие флотилии стало одним из центральных мероприятий праздника, проводимого в честь 750-летия Венсплского порта. О своем намерении пришвартоваться в Венсплсе объявили команды нескольких парусных судов и яхт. Среди них четыре судна класса А и восемь парусников класса Б. У горожан еще завтра будет возможность полюбоваться судами разных размеров. Например, столетним норвежским судном или одним из крупнейших парусников в мире учебным судном МИР Государственной морской академии Санкт-Петербурга, длина которого достигает 110 метров. Команда поменялась, она меняется каждый год. После второго курса мы идем на практику, вот, и те ребята, которые были в прошлом году, они теперь на третьем курсе, а мы вот только пришли. В следующем году мы сменимся. Нам ребята рассказывают в общем, что происходит на этом парусе. И мы примерно представляем, что здесь есть, что можно делать, что нельзя, как легче пройти эту практику. Но легче не получается, это очень все равно муторно и тяжело, как крутина. Физический труд еще очень. Самый долгий путь до Латвии, чтобы впервые принять участие в регате по Балтийскому морю, проделал парусник класса А, учебное судно военно-морского флота Бразилии, «Белый лебедь», длина которого достигает 90 метров. Маршрут международной парусной регаты «Толш» и «Прейс» с 2013, Орхус, Дания, Хельсинки, Финляндия, Рига, Латвия, Щоцин, Польша. 24 июля на променаде реки Вента с 9 часов до 10. Взору собравшихся предстанет впечатляющее зрелище – парад парусных судов и яхт, отправляющихся в Ригу. В Риге суда будут находиться с 25 по 28 июля. Ежегодно в регате принимают участие примерно от 80 до 100 парусников и яхт со всего мира. Парусные суда – роскошная модель для фотографий, в связи с чем Венспелсчан приглашает участвовать в конкурсе фотографий. До 29 июля фотографии можно закачать в социальной сети «Дралгемлв» в альбоме домашней страницы Венспелса или Твиттере. Лучшие авторы удостоятся призов, например, посещение синтетического катка в парке приключений и других аттракционов. Подробнее о пребывании участников регаты в Венспелсе смотрите в одном из следующих выпусков новостей. В пятницу в Венспелсе со знакомительным визитом побывал посол Грузии в Латвии Теймурас Джанджалия. Дипломат назначен на пост всего два месяца назад и это его первый официальный визит в Венспелс. Однако с городом он уже был знаком не понаслышке. Моё желание было навестить одним из таких первых городов в Венспелсе, потому что у меня есть очень хорошее воспоминание о Венспелсе. Я в 2007 году тут побывал и у нас были очень хорошие тут и визиты, и мероприятия. После этого мы приехали сюда и мы хотим наметить конкретные планы сотрудничества. Представители грузинской делегации побывали на предприятии «Бухер Шорлинг Балтик», встретились с руководством города в управлении Венспелского свободного порта. У нас в Грузии тоже есть портовые города и мы думаем, что портовые города Грузии и портовые города Латвии, чтобы сотрудничали вместе. Есть у нас два порта, это Батумский порт и порт Поти, которые тоже вот так очень активно работают по транзиту грузов. И мы думаем, что можем найти совместные точки сотрудничества, в которых города будут сотрудничать. Посетив Венспелс первые пять лет назад, Теймурас Джанжалия сохранил самые благоприятные воспоминания. И новая встреча его не разочаровала, хотя погода в день визита не благоприятствовала. Мне очень нравится, да. Очень красиво. И мы были точно в такое же время, как бы, летом и очень хорошо. Но сегодня с погодой у нас не хорошо? Ну ничего, зато красиво. Нет, все нормально, все красиво. Как производится тепло? Как оно подается в дома? Чем отапливается город? На все эти вопросы можно было получить ответы во время экскурсии по предприятию Венспелс Силтумс. Впервые венспелсчанам предоставилась уникальная возможность заглянуть в котельную предприятия теплоснабжения. А экскурсоводом стал сам директор Венспелс Силтумса. Давно уже работа в котельной не подразумевает наличие кочегара, подкидывающего в топку уголь. Современное производство тепла полностью автоматизировано. В результате масштабной реконструкции в центральной котельной Венспелсе установили не только новые котлы, работающие на щепе, но и построили дополнительные помещения и склады. В одном из них хранится суточная норма щепы. Здесь три ямы, где хранится щепа. Резерв на одни сутки. Примерно 700-900 кубических метров котельная потребляет за это время. Машина заезжает на территорию, въезжает на взвешивание, а затем щепу перегружает в эти ямы. На другом складе хранится запас щепы на три дня. Чтобы щепа попала в котел, тоже не нужен ручной труд. В котел щепа попадает автоматически по конвейеру. В ямах специальные подвижные полы. Конвейер идет сверху. Щепа по ним доставляется в котлы и там сжигается. Тепло, которое производится в результате сжигания щепы, поступает в систему теплоснабжения. На данный момент работает только один котел, так как большая мощность летом не нужна. Этот котел работает для обеспечения жителей горячей водой. Залу вывозят на полигон утилизации отходов. Старый корпус котельной тоже отремонтирован, и там установлен дизельный котел, который используют зимой, если температура воздуха опускается ниже минус 15 градусов. Котел, работающий на щепе, может развивать мощность 28-29 мегаватт. Самая большая мощность, которую развивала наша котельная – 32 в течение нескольких десятков часов в год. Это техника, и с этим надо считаться. Также приходится считаться и с погодными условиями. Этот котел был просто необходим, его надо было установить. Идею проводить экскурсии и презентации переняли у скандинавских стран. И эта идея нашла отклик у горожан, пришедших своими глазами увидеть процесс производства тепла. Особый интерес современная котельная представляла для тех, кто когда-то работал на этом предприятии. Да, есть что сравнить. Это как день и ночь. Раньше котлы были старые, мощность была маленькая, особенно еще в первых строениях. Если был большой мороз, то, затопив дополнительные котлы, удавалось повысить температуру на теплотрассе градуса на два. Интересно экскурсантам было все. Но больше всего волновал вопрос, когда же счета за отопление станут меньше. Дешевле будет или дороже. Обещают, что подешевеет на 5%. Но повысили с 38 до 45, значит, надо было опускать цену еще ниже. Но поживем – увидим. Мазут дорогой. Вредит окружающей среде. Если отапливать мазутом с таким содержанием серы, которое разрешает Европа, то это очень дорогое удовольствие. Раньше, в советское время, когда еще я работал, тогда содержание серы в мазуте было 2%, а теперь вообще не могут использовать. Исторически сложилось так, что предприятие расположено на двух берегах Венты и котельных две. Проведенная реконструкция котельной на Бревибас – лишь часть проекта. В проект входит реализация реконструкции котельной на улице Бревибас и в Парвенте на улице Тауса, 69. На данный момент реконструирована котельная в левобережной части. Поэтому снижение тарифа не может быть значительным, как хотелось бы. Но он понижается, и это приятно. По завершении всех работ тарифы вновь будут пересматриваться, и, возможно, вновь последует очередное снижение. По сдаче котельной на правом берегу тарифы будут пересмотрены еще раз, потому что существенно изменится структура отопительной системы, потому что в Парвенте мы пока топим преимущественно углем. Как резервное топливо используется мазут. Сейчас ведутся интенсивные работы по строительству и монтажу. И когда все эти работы будут закончены, то использоваться будет щипа. А углем будем отапливать только угольный котел для подачи пара клиентам. Новинкой для абонентов предприятия стала и домашняя страничка, с помощью которой предприятие будет вести диалог с абонентами. Домашняя страничка предназначена для того, чтобы наши клиенты, как юридические, так и физические лица, могли ознакомиться с услугами, которые мы предоставляем. Кроме того, там можно будет получить ответы на интересующие вопросы, можно будет получить разъяснения, касающиеся составных частей тарифа. Адрес домашней странички – венсплсилтумс.лв. По-прежнему можно обращаться и лично на предприятие, в абонентные отделы, находящиеся как в городе, так и в Парвенте. Уже пятый год подряд венсплская городская дума предлагает провести лето с пользой ученикам общеобразовательных школ, предоставляя им рабочие места на разных предприятиях города. Правда, воспользоваться этой возможностью могут не все подростки. Во-первых, нужно быть задекларированным венсплсе и иметь определенный статус. Венсплская городская дума пятый год подряд предоставляет школьникам возможность подработать на летних каникулах. На трудоустройство 297 школьников в разных предприятиях города самоуправление в этом году выделило 63 230 латов. Воспользоваться возможностью поработать в течение одного месяца могут ученики общеобразовательных школ и техникума из тех семей, которые имеют статус малообеспеченных или науждающихся – дети-инвалиды, сироты или оставшиеся без родительской опеки, дети из многодетных семей. И те, кто по распоряжению директора в прошлом учебном году хотя бы на один месяц был обеспечен бесплатным обедом. 28 рабочих мест подросткам предоставил Олимпийский центр, 15 из них – парк приключений. Мы молодежь привлекаем на разную работу. Чувства ответственности у них отличаются. Которые более ответственны – ставим на ответственную работу. Например, работать инструкторами на аттракционах. Остальные занимаются хозяйственными работами. Эту программу оцениваем положительно. Это хороший опыт для молодежи. Позже, начав трудовую деятельность, пригодится понятие того, что такое рабочая атмосфера, пригодится знание рынка труда. Для нас, как работодателей, это выгодно. Молодежь выполняет разную работу. Приходит ребенок с карточкой на посещение аттракциона. Допустим, на этот, попрыгать на батуте. Я застегиваю ему пояс, и он может прыгать. Это хорошая возможность заработать деньги летом, которые можно потратить по своему усмотрению. Три месяца спать дома – это неинтересно. Пусть хоть один месяц, но его можно использовать с умом. Мне надо следить, чтобы дети на машинках не заезжали на бордюры. И надо следить за временем. Это интересно, и деньги не помешают. И опыт работы приобретается. Школьники охотно пользуются возможностью подработать летом. Много среди них и таких, кто участвует в этой социальной программе не один год подряд. Постоянными партнерами становятся и предприятия, которые предоставляют подросткам рабочие места. Например, кафе на автостанции участвует в проекте с самого начала. И в этом году трудоустроило 11 ребят. Надо сказать спасибо Венсполской городской думе за этот проект и человеку, кто все это придумал. Благодаря проекту есть поддержка и предпринимателям, и детям. В летний сезон нам очень нужны помощники, и мы можем предоставить рабочие места детям. Да, думаю, и сами дети рады возможности подработать и заработать деньги. Не ждет никаких указаний от старших. Сам проявляет инициативу. Так характеризует своего нового работника Марита Лапа. В руках 15-летнего Рихарда работа действительно спорится. У подростка есть мечта, и он своим трудом добивается ее осуществления. Я помогаю на кухне. Например, арбуз порезать или другие фрукты. Выполняю другие работы. Мне хочется заработать деньги. Куплю велосипед. Исполню свою мечту. Большинство детей у нас старательные, трудолюбивые и ответственно работают. Бывают и с линцой дети. Но мы им говорим, что права свои знать хорошо, но необходимо знать и свои обязанности. Надеюсь, за пять лет у нас сложилось хорошее сотрудничество с детьми. Есть дети, которые возвращаются к нам работать и на следующий год. Обязанности входят помогать кондитеру. Булочки помогать делать, потом орешки. Вот это самое главное. Приятная работа? Да. Ну, не только у всех приятная работа. Никого не обижают. Не во всех городах можно так поработать. Но тут Лэнберг помогает. Делает. Ну и опыт. Дети тоже работают. Да, конечно. За месяц можно научиться многому. Ну, тут. Как коллектив? Вообще, вообще, самый идеальный коллектив. Да. Вот беру там мама, да. Всех воспитала и сделала вокруг себя семью. Я чищу овощи, режу, взбиваю, убираю посуду со стола. Помогаю. Мне кажется, интереснее всего убирать со стола, потому что видишь людей. Ну и на кухне работать неплохо. Я думаю, это хорошая программа. Мы учимся работать. Пригодится в будущем. Обязательно отразится в трудовой книжке, что у нас был опыт работы. И большой плюс в том, что можно заработать. Я поеду в Ригу, что-нибудь себе куплю. До 30 июля у школьников еще есть возможность записаться на работу на август. Рабочие места предоставляют Олимпийский центр «Диана Бистро», фирма «Дага». Здесь работы будут связаны с садоводством. Кафе на автостанции, Венсполский музей, больница, магазин «Рубин», «Карлий Неснамс», студия «Соляриев» в «Дейвес Саулес». Записаться можно в Венсполском управлении образования. Ирина Курганова, Инс Жодзинч, Курзамское телевидение. Впервые Латвия приняла участие в международном фестивале «Счастливые ладони» в Украине, на котором честь нашей страны отстаивала группа Юрос Акментыни. Как признают участники группы, это было самым крупным мероприятием, в котором им приходилось участвовать до сих пор. И домой венсполчане приехали с наилучшими воспоминаниями и с гран-при. Международный фестиваль культуры и музыки «Счастливые ладони» прошел в Крыму с 22 июня по 12 июля при поддержке правительства Украины и детского фонда ООН «ЮНИСЕФ». Фестиваль прошел уже четвертый раз, однако до этого представители от Латвии в нем не принимали участие. У мероприятия благородная цель – способствовать дружбе народов, и добиться того, чтобы дети всего мира были равны независимо от государственной принадлежности, а также улучшить интеграцию детей-сирот. Главная идея нашла свое отражение и в названии фестиваля – «Счастливые ладони». Мы в конце уже не разбирали, кто из них сирота, об этом не спрашивали, и не спрашивали, в какой номинации они участвуют. Венсполская группа на фестиваль в Крым попала благодаря участию в другом фестивале, который прошел в Берлине. Исполнение песен – это только одна часть многогранного фестиваля. Участники также соревновались в спортивных дисциплинах, в живописи, было немало и других развлечений. Каждый день соблюдали режим, ходили на море, занимались спортом, с утра зарядка. Были кружки по интересам, которые мы сами выбирали. Концерты проходили каждый день вечером. Песни исполняли, показывали театральные представления. Все участники фестиваля жили в Международном детском центре отдыха «Артек», который может гордиться своей 88-летней историей, и в котором в свое время отдыхали лучшие пионеры. Как рассказала Луция Бойтманы, престижное место отдыха у Черного моря был и местом оказания помощи в кризисные моменты. Артек оказал приют детям, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, принял детей после политических передряг в Грузии и Египте. К тому же пару лет назад в Артеке прошли значительные работы по реконструкции, благодаря которым музыкальный фестиваль на стадионе могли наблюдать 8 тысяч зрителей. 3500 артековцев были размещены по 7 разным лагерям, которые были расположены по всей территории лагеря на площади 25 квадратных километров. Венспилсчане и еще 210 детей из разных стран жили в Крустальном лагере. У нас были 4 вожатых, как бы учителя, которые оказались вовсе не учителями, а просто друзьями. Мы были из разных стран, из Латвии, Украины, из России. Очень классные ребята. Венспилсчанам пришлась по душе живописная природа Крыма. Сбираясь по горам, в один из первых дней пребывания в лагере наши земляки столкнулись и с сюрпризом. Когда мы поднялись на гору, оказалось, это посвящение в Артековце. Нам всем на лбу написали Артек и облили водой. Одним из самых ярких эмоциональных мероприятий для Юры Сакментыни и ее руководителя стал музыкальный конкурс, где в конкуренции среди 25 участников венспилсчане получили гран-при. На конкурсе группы исполнила две песни – песню группы «Космос» «Тука Эска» и песню Раймонда Пауса «Нескатэйс Пулкстенэй». Исполнение конкурсантов оценивало международное жюри, в состав которого входили представители музыкальной индустрии Украины и России, международно признанные композиторы и режиссеры. Как обладатели гран-при, Юры Сакментыни пригласили принять участие в открытии международного фестиваля детского кино, который состоялся на следующий день после конкурса и который транслировало телевидение Украины и России. Надо сказать спасибо Венспилской городской думе за эту возможность. Нам не надо было платить за дорогу. Эти затраты нам оплатили. У меня есть возможность туда вернуться, но уже с другими детьми. Я могу взять детей, которые занимаются на инструментах, играют, например, на плете или на пианино, или занимаются спортом. Могу детей из детского дома взять в Артек. Посмотрим, что будет в следующем году. В Украине Юры Сакментыни не только с честью представили нашу страну, приобрели новых друзей и получили множество предложений на участие в концертах. У нас предложения из Латинской Америки, Кубы, Америки, Германии, Нидерландов, Эстонии. Туда мы скоро поедем. Очень хотелось бы, чтобы и в Латвии были такие лагеря, чтобы там были дети со всех городов, и сироты, и одаренные, были все вместе. Возможно, нашему правительству надо об этом подумать. Ирина Курганова, Занна Брикмани, Майрак Сумленная, Курзамская телевидение. В Венспилсе прошел традиционный слет мотоциклистов Курландбайк МИД 2013, на который съехалось рекордное число участников – около 5000. Байкеры в очередной раз порадовали публику долгим и шумным парадом по городу, демонстрациями своих железных коней на набережной и, конечно, головокружительными трюками. В Венспилсе с 19 по 21 июля прошло мероприятие Курландбайк МИД 2013, которое собрало энтузиастов мотоциклетного спорта, представителей Федерации малого мотоспорта, каскадеров, а также мото-клубов из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Финляндии, Швеции, Белоруссии и Норвегии. Общее количество участников составило примерно 5000 человек. По традиции старт парада был дан в кемпинге, в котором разместились владельцы железных коней, и маршрут пролегал до Парвенты. Затем мотоциклисты вернулись на набережную. Здесь и смогли жители и гости города осмотреть мотоциклы, владельцы которых не раз посещали город в рамках этого мероприятия. Это образ жизни, понять который можно только если у тебя есть мотоцикл. Я каждый год приезжаю, уже лет 8. У меня муж ездит, это его хобби, а какое увлечение у мужа, такое же и у жены. Это ветер, это скорость, это свобода, это все вместе. Некоторые мотоциклы были настолько живописные и оригинальные, потому и привлекли к себе особое внимание горожан и туристов. Были среди посетителей праздника и те, кто под впечатлением, оставленным мощным железным конем, пожелали приобрести себе такой же. Немало было и таких, кого мотоаппарат впечатлил не слишком, и они решили остаться верным своему автомобилю. Но только на машине езжу и все. А мотоцикл не купят? Нет. Не хочет? Нет. Очень нравится. Сам ездите на мотоцикл? У меня сестра ездит. А вы? Я нет. А хотите? Может быть, да. В основной своей массе люди, пришедшие на набережную, признавали, что мероприятию удалось. Так много мотоциклов в одном месте не каждый день увидишь. Шоу каскадеров на набережной собрало большое количество зрителей. Лихачи на мотоциклах демонстрировали головокружительные трюки, разогрев публику и подготовив к следующим показательным номерам. Особых оваций удостоился номер каскадера, во время которого он, управляя мотоциклом, словно случайно врезался в другой мотоцикл и от удара улетал в венту. Гвоздем программы праздника стал каскадер Янис Гавейко, который дублировал в фильмах актера, исполнявшего роль самого Джеймса Бонда. Думаю, все удалось. Мы много показали. Были и трюки с мотоциклами, был и огонь, и взрывы. Все это выполнили. А понравилось ли решать публике? Вечеринка участников слета мотоциклистов продолжилась в кемпинге, где прошли концерты групп «Перконс», «Харли Синц» и «Сэс Дена». В рамках слета байкеров прошло также трехдневное ралли ретро-мотоциклов, стартовавшее 18 июля в Риге и финишировавшее 21 июля в Бауске. А в пятницу вечером прадедушек современных байков можно было осмотреть в Венспилсе, у фонтана Венспилской высшей школы. Иностранцы едут сюда, чтобы познакомиться с Латвией. Это во-первых. Но и во-вторых, показать латвийцам технику, которой здесь нет. В ралли приняли участие 115 мотоциклистов из 15 стран. Транспортные средства представляли собой мотоциклы, произведенные в период с 1913 по 1980 год. Более чем 20 фирм-производителей. Участники приехали из разных стран. Основная часть – из Великобритании. В этом году впервые приехали итальянцы. Можно заметить много мотоциклов Гуччи, одноцилиндровых. Когда-то таких мотоциклов было много. Сейчас совсем мало осталось. Среди пришедших полюбоваться на старинные мотоциклы было немало энтузиастов, которые сами увлечены реставрацией техники. Я большой почитатель антикварных мотоциклов. Мне нравятся именно ретро-мотоциклы. Они современные. Они слишком разукрашенные, хромированные и слишком дорогие. Хотя и антикварные мотоциклы сейчас не дешевые. У меня самого мотоцикл. Ценный и очень интересный. Только нет теплой мастерской. Нет идеальных условий, чтобы его отреставрировать. Есть простой гараж, он холодный. Быстрее замерзнешь и запалеешь, чем усердно поработаешь. Несмотря на непогоду, зрителей было немало. Наибольший интерес вызывали те мотоциклы, на которых люди в свое время имели удовольствие ездить лично. Эмка могла отвезти любой груз. Самая лучшая для перевозок. Загрузил копну сена и вперед с поля. Техника в почтенном возрасте требует постоянного ухода. И мелкий ремонт участники ралли производили прямо во время демонстрации. Организатор соревнований Ингмер Баладис признался, что если хочешь, чтобы старинный мотоцикл ездил, ему надо посвящать чуть ли не все свое свободное время. Из Чехословакии, сейчас из Чехской Республики. Из 1948 года. И как вы проедете, ну так, долгий путь? На мотоцикле и на трейлере. На трейлере? И мотоциклы только на... На трейлере. И здесь мы ехаем на мотоциклах. Ну, а это ваш мотоцикл, да? Да. И вы купили этот мотоцикл или реставрацию? Ну, я купил его, когда он был 20 или 30 лет и не работал. Реставрация мотоциклов – непростое дело. И чтобы что-то получалось, технику надо любить, уверен гость из Чехии. Посмотреть на старинные мотоциклы можно было только в течение одного вечера, поскольку ранним утром на следующий день ралли продолжилось. Мотоциклисты взяли курс на Бауску. Юлия Костенко, Кристо Прееде, Марик Сумленный, Курземская телевидение. В воскресенье на стадионе Олимпийского центра «Венсполс» прошли соревнования по метанию копья «Венсполские копья-2013». В этом году состязания состоялись уже в 32-й раз. Начало «Венсполским копьям» было положено в 1981 году после победы «Венсполчанина» Дани Сакула на Московской Олимпиаде и с тех пор проходит ежегодно без единого пропуска. На этот раз силами мерились 61 копьеметатель из Латвии и Литвы. Возрастные группы разные – от самых младших 10-летних до ветеранов, а также юниоры и взрослые – и в женской группе, и в мужской группе. В сравнительно небольшом числе участников – большое разнообразие возрастных групп. Победители выявлялись по результатам шести попыток – трехквалификационных и трехфинальных. Погодные условия в день соревнований выдались не вполне благоприятными. Было солнечно, но ветрено. Ветер и помогал, и мешал. Когда сильных порывов нет, то ветер не помеха. Некоторым он даже существенно помог. В конкуренции среди мужчин места на пьедестале почета распределились следующим образом. На третьем месте – Зигмунд Сирмайс с результатом 72 метра 46 сантиметров. У венспилчанина Эрика Ракса, который пока находится не в лучшей своей форме, серебро – 73 метра 21 сантиметр. А победу праздновал Роланд Штробендерс. Предпоследние попытки пославший снаряд на 81 метр 48 сантиметров. Выполнив тем самым норматив «Б» для участия в мировом первенстве. Конечно, я очень доволен. 81 метр 48 сантиметров – это близко к моему личному рекорду. Все очень хорошо. Как-никак на своей родине выступал. В соревнованиях среди женщин – венспилчанка Гунды Гагрива с результатом 52 метра 28 сантиметров – третья. На втором месте – одна из сильнейших литовских копьем метательниц – Индра Якубайтите. 56 метров 10 сантиметров. Победительницей турнира стала Лина Музы, метнувшая копье на 60 метров. И так же, как и Роланд Штробендерс, сумевшая отобраться на участие в чемпионате мира. Конечно, было тяжело, но вся обстановка соревнований была прекрасной. Веспилчане все организовали так, как надо, для того, чтобы достичь хороших результатов. Был ветер и даже попутный. Было солнечно. На мой взгляд, погодные условия побаловали всех копье метателей. Поэтому результаты не могли быть плохими. Я показала лучший результат сезона. Я очень довольна. Метало стабильно. Соревнования замечательные. И у меня вот такой красивый кубок. Метание копья – традиционно одно из самых сильных звеньев латвийской легкой атлетики. И, по мнению олимпийского чемпиона Дани Сакулы, есть все необходимые и традиции, и предпосылки, чтобы и впредь наши спортсмены не сдавали своих позиций. Результативные копьем метатели были у нас всегда и будут. Я уверен, условия для тренировок есть, и они замечательные. Нужно только упорно тренироваться и достигать высоких результатов. Будущее есть у всех. Только надо правильно реализовать возможности. В ближайшее время спортсменам предстоит участие в чемпионате Латвии, а затем мировое первенство, стартующее 8 августа в Москве. Юлия Костенко, Марик Сумленный, Курзамское телевидение. Это все события на сегодня. Следующий выпуск новостей на русском языке выйдет в эфир во вторник, 30 июля. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова